Я рад приветствовать всех, меня зовут Александр и я хочу сегодня рассказать вам о коляске, скажем так, в продолжении обзоров на коляске от компании Espira. Сегодня я расскажу вам про их интересную модель, она называется Energy. Это такая интересная всепогодная трость, у нее есть много интересных фишек, поэтому давайте сегодня их с вами вместе разберем. Вот коляска Espira Energy, прежде чем начнем ее изучать, давайте я расскажу немножко о технических характеристиках этой коляски. Она предназначена для детей с 6 месяцев до 3 лет, максимальный вес ребенка не должен превышать 15 кг, поэтому учтите это при покупке. А изучать мы ее с вами начнем, наверное, сверху вниз, как обычно, и начнем мы изучение с ручки. Ручка в коляске, как я говорил уже, это трость. Обычно ручка в тростях бывает раздельная, как два таких рожка, скажем так, торчат, и вы за них держитесь. Здесь же ручка цельная, это огромный плюс для тростей. Мне кажется, когда цельная ручка, гораздо удобнее, комфортнее держать. Ручка, она не регулируется, имеет статичное положение. По краям вот здесь покрыта резиной, чтобы не скользила ручка и был удобный крепкий хват. Вот, собственно, и все. Теперь давайте посмотрим, какой у коляски козырек. Козырек здесь, в принципе, нормального размера. Вы видите прекрасно, как он реализован. Чтобы, например, этого вам мало, чтобы его увеличить, достаточно раскрыть дополнительную секцию, которая под замком находится. Открываем. Вот, получаем такой вот достаточно большой козырек. Если сверху смотреть, накрывает, в принципе, по самой ножке. Также в нем есть смотровое окошечко. Здесь пленка, а внизу сеточка, чтобы солнце не нагревало ребенка, если оно открыто. Кстати, внутри у козырька находится солнцеотражающее покрытие, которое не пропускает жар. Ну, летом это очень актуально, мне кажется, будет. Для фиксации козырька используются две вот такие вот регулировочки, назовем их так. Опускаем их вниз, два фиксатора, вот, и получаем натяжение. Вот так это выглядит в законченном виде. Так, дальше. Что касается самого сидения. Сидения здесь, что мне нравится вообще в этом бренде, у них во всей линейке, вот, очень высокие спинки. Спинки, они твердые, не гамак, а именно хорошая твердая поверхность. Спинки высокие, и угол наклона, когда мы поднимаем полностью сидячее положение, не 90 градусов, но близко к этому, и ребенок не завален все время назад, а очень удобно сидит. Если нужно наклонить, делается это тоже очень просто. Здесь используется не система с ремешками, а вот такая вот система с кнопкой. Мы, получается, нажимаем и опускаем вниз. Вот, угол мы получаем, вот как вы видите, вот такой, и он, соответственно, не горизонтальный. Я и не говорил, что она с рождением. Поэтому угол наклона здесь небольшой. Поэтому ребенок здесь лежит не полностью горизонтально. Так, и, соответственно, обратно регулируется все тоже очень просто. Просто толкаем назад. И хочу, кстати, сразу обратить внимание, здесь на задней спинке есть кармашек на замочке, в который можно положить какую-нибудь мелочь. Так, дальше. Что касается безопасности ребенка, здесь все с этим в порядке. Установлена система с пятиточечными ремнями, мягкие накладки на плечевую зону ребенка. Паховая зона тоже выполнена из мягкого материала. Также для безопасности здесь, мы прекрасно видим, используется бампер. Бампер легко убирается в сторону, чтобы вы могли посадить ребенка. Это, мне кажется, очень удобно. И также он обтянут мягким материалом, поэтому ребенок об него не ударится. Как вы видите, здесь есть подножка, которая тоже легко регулируется. Все, так можно ее опустить. Здесь можно ребенку класть ноги. Регулируется вверх тоже очень просто. Подняли и все. Вот вниз уже нужно кнопочки снизу нажать. Так, это что касается сиденья. Теперь давайте рассмотрим шасси. Как я говорил, это трость и система в тростях всегда приблизительно одинаковая. Коляска весит 7,8 килограммов. Она не тяжелая. Но при таком весе она очень прочная. Сами трубки достаточно такие, с толстыми стенками. И здесь ничего вообще не скрипит. Мне вот в этом плане здесь все понравилось. И коляска хорошо подходит для использования ее круглый год. Потому что стоят колеса большого диаметра. С каждой стороны по два колеса используются. И какая есть еще интересная фишка. Здесь установлены амортизаторы на всех четырех колесах. Сейчас я вам покажу. Вот сзади мы прекрасно видим. И то же самое, соответственно, и спереди. Поэтому комфорт здесь ребенку будет обеспечен точным. Также есть возможность блокировки передних колес для преодоления неровности. Вот. И едем дальше. Так. Что мне не очень понравилось в этой коляске, так это как реализован багажник. К нему очень маленький доступ к багажнику. Ну реально тут чуть-чуть места. И он сам по себе маленький. Вот. Но это болезнь тростей. Практически во всех тростях багажник не очень хороший. Так. Из плюсов, что хочу отметить. В комплектацию входит подстаканник. В него можно бутылочку положить. И вот такая вот накидка на ножки. Давайте я вам сразу, пока не перешел к тормозной системе, покажу, как он оставится. Вот так поднимаем подножку. Одеваем ее. Все. Защелкнули. Я сейчас одеваю, чтобы вы посмотрели, насколько будет хорошо закрыт ребенок зимой. Потому что зимой вы тоже легко сможете эксплуатировать эту коляску. Все. Вот смотрите, ребенок здесь закрыт хорошо. По-моему, очень даже неплохо эта система здесь реализована. Вот так вот на подножечку. Все. Отлично. Так. А теперь давайте посмотрим с вами, как здесь устроена система тормозов коляски. Здесь на каждом колесе сзади педаль. Педаль эта соединена между собой. Вот, как вы видите. Нажимаем заблокировали. Чтобы разблокировать, просто можно толкнуть ее вперед и все. Теперь давайте посмотрим, как коляска складывается. Ну, как обычно в тростях это все. Тут нужно несколько манипуляций произвести. Все. И толкаем ее вперед. Вот. Дожимаем до конца. И что мы получаем? Так коляска выглядит в сложенном виде. В принципе, достаточно компактная. Из-за того, что ручка цельная, хочу сразу подметить. Здесь удобно ее держать, чтобы катить. На самом деле, как чемоданчик. Можно передвигать. Так. Собственно, и все. Так. Давайте теперь разложим ее. Кстати, еще вот здесь сбоку есть ручка, за которую можно тоже переносить, если не хотите катить. Все открываем. Так. И также в комплектацию входит оригинальный дождевик. Покупать его отдельно вам не придется. Тоже. Что касается вообще комплектации, здесь все здорово. Вот. В принципе, все, что хотел рассказать вам об этой коляске, я, мне кажется, рассказал. Вроде бы ничего не забыл. Пару слов. Мое мнение. Я вот не сильный любитель, скажем так, тростей. Но это трость, если уж трость. Мне достаточно сильно понравилось из-за амортизации, из-за большого козырька. В комплектацию входит подстаканник. Вот кому надо, кому нет. Тут, конечно. Вот. Еще цельная ручка. В тростях обычно ручки не цельные. Вот цельная, это круто. Удобно держать. Хват удобный. Вот. Поэтому на круглый год для любителей тростей, по-моему, отличный вариант. И стоит она меньше 10 тысяч рублей на сегодняшний день. Сейчас у нас еще 16-й год. Вот. Поэтому, не знаю, мне кажется, стоит обратить внимание. Но выбор, соответственно, как всегда, за вами. И в заключение хочу сказать спасибо магазину Первая коляска за предоставленную коляску на обзор. И если вам понравился этот ролик и был полезен для вас, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на канал. А вам удачи и всего вам доброго. Спасибо.